Сегодня мы вам расскажем, почему разработчики Swift и Kotlin ближе, чем Objective-C и Java. И расскажем, почему уже пора перестать быть верстальщиками и пора стать настоящими разработчиками. И перед тем, как в нас кидать помидоры, вы должны знать свою цель в лицо. Меня зовут Станислав, я мобайл-инженер в компании New Cloud Technologies. А я Сергей, являюсь софтером-инженером в компании PapaJobs. Здесь должен был быть смешной слайд, но быстрое поколение не успело его добавить. Сегодня мы рассмотрим сильные и слабые стороны такого подхода и почему мы выбрали именно его для своих проектов. Мультиплатформа. 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 Забудьте слово кросс-платформа, оно вам больше никогда в жизни не понадобится. Серьезно. Забудьте все свои флаттеры, React Native. Все забудьте. У вас теперь есть только мультиплатформа. Все. Презентация любит начать с цифр, поэтому мы тоже начнем. Уже в конце 2016 года были первые статьи по сравнению нативных решений на Swift и Kotlin, где два разработчика, просто работая вместе и постоянно коммуницируя друг с другом, ну, конечно же, разрабатывая один и тот же проект, но каждый для своей платформы получили вот такой результат. Процент совпадения кодового базы был 77%. В моем же проекте этот показатель составил в этом году 70%. Почему это в принципе работает и почему это должно практиковаться? Те, кто были на Моздроид, они уже знают ответ. Конечно же, ради строчки в резюме. На самом деле нет. Строчка в резюме, это, конечно, очень приятно, но ничто не заменит настоящий опыт мультиплатформных решений, разработки мультиплатформных решений. И вот тут посередине место для вас. Вы спросите, а были ли вообще альтернативы? Какие и рассматривались ли они? Первое, ну, альтернативы, они рассматривались только среди кроссплатформенных. Ну, только кроссплатформенные. И вот первое решение, оно для меня тогда выглядело просто идеально. Пиши на языке Swift. Тут появилось пара проблем. Конкретно вот этой технологией. То, что у нее постоянно была несовместимость новой версии Xcode. То, что ей постоянно нужен был старый НДК в андроиде. И мы, в общем-то, подумали и решили, то, что если с разработчиками что-то случится, они внезапно прекратят делать это. Они внезапно сделают это платным. И тогда наш проект будет в ситуации хуже, чем когда-то проекты под Юнити. Окей, есть другой, более популярный и вроде бы хороший вариант. Это Ксамарин? Ксамарин? Ксамарин. Одно из этого, там, правда, одно название, но зато есть божественные шарпы от друзей из Microsoft. Кто работал с продуктами Microsoft, я вот не хочу больше с ними работать. У меня отпало это желание после разработки под Windows. Но окей, давайте все-таки попробуем и дадим ребятам шанс. Скачаем хотя бы IDE. Но нет, дважды я пытался скачать IDE, у меня этого не получилось. Сегодня у ребят установлены кривые редиректы, а завтра СМР закроют? Ну, я надеюсь, нет. Моя любимая тема — это React Native. Почему она любимая? Потому что его очень легко критиковать вообще. Потому что чисто пройдясь по доке, вы обнаружите уже вот такой скоб проблем. Первый и вот самый большой то, что все по факту работает в виртуальной машине. И ладно бы в случае с iOS, JS Core, он был разработан в Apple, но в случае с Android это решение портировали разработчики Facebook на Android. О качестве догадываться можно по тому, какое приложение делает свое приложение Facebook. У них там 200 разработчиков и они делают вот это. Также у них абсолютно все — это свои компоненты. То есть даже TextView они смогли закостылить. То есть мое уважение, конечно, но из-за того, что они абсолютно все закостылили, ни о каком accessibility, то есть речи в принципе идти не может. Ну и остается открытым вопрос с Royalty. То есть они в какой-то момент, ну одни из первых зашли на рынок. И вот вроде бы уже почти, но потом что-то передумали. Когда появился Flutter и вот эти вот все остальные ребята? На самом деле React Native до сих пор находится в Альфе. Там у них 0.59 версия, кажется, 3 дня назад выкатилась. И у них очень много все еще детских болячек. Например, такая как Groundbreaking Changes. Что это значит? Это значит, что фактически сейчас примерно каждые 2 недели разработчики Facebook переписывают React Native. И мы с вами как потребители должны каждые 2 недели переписывать React код практически с нуля. Весь свой проект практически с нуля. Также есть проблемы с MainTrade. У React Native есть UI-трейд непосредственно iOS-овский и Android. Есть JS-трейд, есть рендер-трейд в случае с Android и то с 5-й версии. Ну он и нативность 5-й версии, и куча всего остального. Но в конечном итоге они все... Код выполняется на UI-трейде. И я, например, не смогу сходить в сеть на Android, потому что система выдаст исключение. В случае с iOS я это, в принципе, сделать могу. Я даже могу подключить, допустим, Alamofire в случае с iOS. В случае с Android мне придется подключить, например, Retrofit. Но опять-таки я могу подключить стороннюю библиотеку, но мне для нее нужно писать в раппер, то есть Bridge. И те, кто любит писать в код, обратите внимание, React Native для вас. Вы будете писать очень много кода. Кроме сторонних API, есть также проблема с инкредитационной. Например, SiriKit в случае с iOS и Google Assistant в случае с Android. Или, например, Android Auto и CarPlay в случае с iOS. Я также не могу использовать эти зависимости просто потому, что мне нужно будет написать Bridge. Плюс, если зайти в Google и посмотреть опыт чужих ребят, то тогда список проблем будет выглядеть вот так. То есть их очень-очень-очень много. Конкретно это, это опыт Airbnb. И о нем мы особо говорить не будем, потому что вот есть линки, можете попечатать, если вам сейчас очень хочется. Господи, как же она плохо выглядит. Мы для себя определили пять основных пунктов, которым должно соответствовать кросс-платформенное решение. И в итоге была составлена вот эта сравнительная таблица. Поверьте, она выглядела лучше до того, как мы ее дали в руки других ребят. И причем эта таблица, она на маздроиде, она вызвала холивар, потому что якобы у Flutter у него нативный UI. И якобы у React Native тоже нативный UI. Ну, в общем-то, да. Первый пункт это IDE, то есть отсутствие royalty и дальнейший боли с этим связанный. То есть в случае с Apple Xcode мы платим 99 долларов в год за подписку. В случае с Android мы платим 20 долларов, по-моему, сейчас, но и только при выкатке приложения, выкатке ее в Store. В остальных случаях, то есть это Skate, React Native и остальное, я не могу быть уверен, что завтра или через год разработчики не добавят royalty, потому что такое уже было с Unity. Дальше второй пункт это Vendor Independence. Вот там, кстати, я вам честно говорю, там была еще пятая колонка с Xamarine. И вот она полностью повторяла Skate, она просто здесь почему-то не уместилась. И суть в том, что Vendor Independence, это если завтра разработчики вдруг все абсолютно такие, типа, все, мы это подразделение закрываем, все, всем пока, этот проект больше разрабатываться никогда не будет. А ваши проекты, это ваша проблема. И в случае с Kotlin Native, React Native и Flutter, если, ну, силами комьюнити это можно доделать. А в случае со Skate и вот Xamarine, нет, вообще никак. Окей, следующее это нативный UI. Как уже сказал Стас, под нативным UI понимается именно способность переиспользовать iOS и Android компоненты, UI компоненты, а не рендер нашего кода на UI через Canvas. Четвертый пункт, это то, что создание бриджа на Native. Я был суперудивлен, то, что бриджа нету на Xamarine, но его там действительно нет. То есть вот. И последнее это языки нативные для обоих платформ. То есть у нас в случае только с Kotlin Native, то есть в случае с Kotlin, он нативен для обоих платформ. И для iOS, и для Android. Плюс еще по React Native, так как в прошлый раз ми не поверили, то я в этот раз заострю внимание, то, что еще в 2015 году была еще на GitHub, то, что парни, давайте будем переиспользовать хотя бы такие сложные компоненты, как вот UI TableView, то есть который, ну, очень сложно закостыливаемый. Давайте будем это делать. И уже тогда они написали, типа, мы попробовали, больше пробовать не будем. Sorry. Все. Окей, давайте. Но при всем при этом, они на каждой конференции говорят, что у нас нативный UI. У нас 100% нативный UI. Вот нифига подобного. Да, окей. Давайте рассмотрим сходство и различия обоих языков. Поговорим более подробно про у вас в их докладе. А что можно сказать, какой можно сделать вывод, исходя из этой таблицы? Фундаментальные языки ничем не отличаются. Они даже оба умеют компилироваться под обе платформы. Не в этом ли счастье для мультиплатформенной разработки? То есть Swift и Kotlin разработчики ближе, намного ближе друг к другу, чем Swift разработчики к Objective-C и Kotlin к Java соответственно. Так почему же, собственно, Swift ближе к Kotlin? Давайте немного расширим эту табличку. Вот в случае с мультипарадигмой под Objective-C мы очень долго спорили. Но нигде ни в доке, ни на вики нигде не написано то, что это мультипарадигменный. И вот в случае с Java в одном месте написано то, что да, язык является мультипарадигменным. Все. И то это мы скорее сделали вывод из того, что у него в принципе написано несколько парадигм. Так, а, вот, причем, давай ты. Окей, давайте поговорим про нативную компиляцию. А, собственно, со Swift и Kotlin понятно, они умеют компилироваться оба нативной под Android и под iOS. В случае с Java тоже понятно, она не умеет компилироваться нативно под iOS. Она может быть только транспарлен, переведена через Java to Objective-C. Да, с помощью Java to Objective-C можно перевести Java код в Objective-C. Но там все равно будет виртуальная машина. Но Objective-C при этом можно вызвать из Java. И более того, есть даже proof of concept где-то 7-летней давности, где чувак форкнул эпловый форк GCC, чтобы вызвать Objective-C из C и вот уже из Java вызвать C код. Форкнул эпловый форк C-Lang, а не GCC. Поправочка. Ну, в общем-то, да, с Objective-C немножко сложнее. Apple где-то в 2004 году форкнулась Lang. Зачем они это сделали? Ну, конечно же, в первую очередь это для оптимизации. Более того, они добавили индексацию, они добавили лейзи выполнения, они добавили кучу такой синтетики. Например, даже кодген они добавили. И получается так, что на андроиде сейчас тоже есть Lang и нет GCC. Но на андроиде был GCC с версии API, по-моему, 18-й, а на андроиде есть Lang. То есть в теории Objective-C может скомпилироваться под Android, и мы можем его использовать так, как C. Потому что Objective-C — это просто оберточка над C. Но фактически нет. В связи с тем, что Apple форкнула C-Lang, они добавили туда кучу разных своих оптимизаций и изменений. Фактически мы не можем так сделать, но мы можем с помощью этого проекта 7-летней давности написать код, склонировать этот проект, использовать его, то есть использовать этот компилятор. Там парень тоже что-то изменил для того, чтобы код, бинарник вернее, работал на андроиде. И в дальнейшем просто Objective-C код будет вызываться из C, а C будет уже вызываться из Java. Таким образом, да, Objective-C может компилироваться под Android и запускаться на андроиде, но нужно раз 10 присесть, чтобы это сделать. А в случае с лошерами это все понятно. В Objective-C это блоки, а в Java это анонимные классы. Окей, про синтакси с Kotlin и с FTA мы особо говорить не будем, потому что это и так изжевано в огромном количестве разных ресурсов. Ты видишь, как поехал следующий слайд. Окей, ну можете попечатать эту ссылочку. Очень поехал этот слайд. Саня, мы будем ругаться. Ну действительно. В общем, здесь была… Давай что ли нажмем, покажем людям. Так. А вот фигушки. Здесь сильно поехал. Очень сильно поехал. Ну короче, суть в том, что синтакси почти один в один. Вот поверьте нам на слово, либо зайдите по этой ссылке. Итак, мультиплатформа. Снова мультиплатформа. Kotlin и Swift настолько похожи, то что они даже, возможно, делали компилятор, возможно, с оглядкой друг на друга. Поговорим об архитектуре компилятора там и там. В случае со Swift это у вас должны спрашивать на каждом первом собеседовании, потому что это буквально на первой странице доки. То есть у нас есть фронтенд. У нас на первом этапе компилируется AST-дерево, потом всякие семантические анализы, анализ магический. Потом магический сил, где будет генерация, оптимизация, трансформация кода. И уже в бэкэнде у нас запускается библиотека IR-gen, которая код, который был после сил, трансформируясь сначала в промежуточное представление LLVM IR, потом уже в LLVM машинный код. Про Android и про Kotlin немножко не так все, как в iOS-мире у нас. То есть, во-первых, у нас это не спрашивают на собеседованиях вообще, насколько мне известно. Во-вторых, этой информации нет в документации. Но давайте быстро пробежимся и разберем, как работает Kotlin-компилятор. Вообще, компиляция кода состоит из нескольких достаточно типичных шагов. Любой компилятор состоит из двух частей. Это front-end и back-end часть. Собственно, в случае с Kotlin, во front-end части что происходит? Происходит считывание сорцов, затем его лексинг, на выходе мы получаем токены. Потом происходит парсинг, мы получаем спарсенное дерево. И затем происходит маппинг VST, абстрактно-синтестическое дерево. Технически у нас в Kotlin не AST, а PCI. Но для простоты и для сравнения со свифтом это можно назвать AST. И затем последняя часть во front-end AST прогоняется через некое промежуточное проставление Kotlin. То есть front-end часть по сути это PCI, это резолвы, это диагностики, вывод типов. В общем, все то, что front-end Kotlin занимается пониманием языка. Back-end часть состоит из следующего. Промежуточное проставление Kotlin передается кастомному ASM, и на выходе мы уже получаем класс-файлы. ASM это фреймворк для модификации байт-кода. Он много где используется, на самом деле. В OBJDK он используется, в Grid.ly он используется, в компиляторах Kotlin и Groovy он используется, и много еще где в больших компаниях. То есть back-end часть это что? Это по сути то же самое, что у Swift.i. Это генерация кода, его трансформация, оптимизация. То есть если сравнить компиляторы обоих языков, то становится очевидно, что они создавались именно для мультиплатформенной разработки. Возможно. Возможно. Мультиплатформа. Снова давайте поговорим о Lifecycle конкретно по платформам iOS и Android. Вот в Google картинках встречаются всего две картинки разной степени шокальности. Вот это первая, вот эта версия получше. И поэтому нам пришлось делать самим. Я вижу, следующий слайд снова уехал. Боже мой. До iOS 13 оно выглядело вот так. То есть по сути Lifecycle один и тот же. И в случае с iOS 13, я вот следующий позорный слайд показывать не буду, потому что он весь уехал. Но в случае с iOS 13 у нас завезли сцены вместе со SwiftUI. И они работают еще ближе к фрагментам на Android. То есть вот это единственное различие сверху, которое у нас load view и view did load, оно превращается вот в одно. То есть если совсем по-простому, то вот можно зайти в току по SwiftUI, и вы увидите то, что Lifecycle изменился в сторону Android-идовских фрагментов. Окей, давайте посмотрим, где же наши 77% совпадения кодовой базы на обоих языках. Вот вам вторая картинка, кстати, из серии на ID.10 отличий. Ну, первая поехала, вы ее не видели. В общем, в чем здесь разница? По сути, только в семантике, только в ключевых словах. Протокол в Swift, интерфейс в Kotlin. Да, окей, в Swift нам еще нужно указать гидр-реседр. Что касаемо Enam, то в принципе Enam на Swift работают примерно так же, как Enam в Kotlin. А как работают Enam в Kotlin? Это, по сути, классы, и они транслируются в JavaVid таким образом, что происходит проверка на совпадение типов. В принципе, то же самое происходит и в Swift. В случае, если вы осмелитесь идти в эти дебри, то как вот делаем мы? Мы сначала выбираем какой-то референтный язык, то есть в моем случае это Swift, в случае Сергея это Kotlin. И мы сначала пишем на нашем референтном языке, а потом переносим просто Ctrl-C, Ctrl-V в 90% случаев. И когда становится совсем лень, то мы пишем такие экстеншены, которые по сути являются просто каким-то еще больше сахара. И когда нам захотелось еще более явного синтаксического сахара сделать в случае с Kotlin, то есть в Swift есть property-observer типа did-set и will-set. Так вот, можно ли с помощью экстеншенов сделать так, чтобы была похожа запись в Kotlin? Да, можно, но с маленьким экстеншеном, вот таким. Его вы можете найти на GitHub где-то вышью. Дальше, конечно же, всякая функциональщина. То есть всякие фильтры, мапы, они тоже просто Ctrl-C, Ctrl-V. В случае с Rx тоже Ctrl-C, Ctrl-V. То есть все работает один в один. Говоря про Rx и функциональщину, например, разберем фильтр. Это сорцы из GitHub, собственно, с Kotlin, со Swift проектов. Что мы здесь видим? По сути, на самом-то деле, здесь тоже Ctrl-C, Ctrl-V. То есть самое важное для нас это while в случае с Swift и for в случае с Kotlin. Но в принципе, for это синтактический сахар над while в некоторых языках. Единственное, в Kotlin'е фильтр-to является публичным. Функция фильтра-to является публичная. И здесь не было кода. Смысл заключается в том, что вот на этом слайде здесь передается RList, обычный RList. То есть в случае со Swift'ом лист объявляется прямо в этой функции, а в случае с Kotlin'ом RList передается в эту функцию. Это вся разница. Так в остальном код идентичен. Так какой в итоге подход-то лучше? Для нас мы определили то, что именно мультиплатформенный подход, он самый лучший. И он вам позволит оставаться востребованными на рынке. То есть вы точно найдете работу, грубо говоря, через три года до четыре года. А в случае с каким-нибудь React'ом, Facebook может просто его в любой момент убить, и вы останетесь со своим JS'ом вот дальше, вот в этой своей песочнице что-то там делать. Вопросы? У меня есть вопрос на самом деле. Мультиплатформа. Почему мультиплатформа? То есть вы предлагаете мне оставаться на нативе, но говорить, что я мультиплатформенный разработчик? Смотри, дело в чем. Слово кроссплатформа было занято, но я просто отказываюсь называть вот это кроссплатформой, потому что здесь не работает принцип типа write once, run everywhere, то есть который пропагандирует React Native, Flutter, и здесь тебе приходится думать. И здесь тебе приходится учить платформу. И поэтому мы придумали вот такое типа классное слово мультиплатформа. Я ответил на твой вопрос. Это на самом деле очень хитро. Ну, в том плане я понял твою идею, но идея заключается в следующем, что типа учить платформу, то есть ты встаешься платформенным разработчиком, но говоришь, что это мультиплатформа. Окей, спасибо. Я просто заметил, что это отличается от доклада, который был на Droid Heats, о том, что там был Kotlin Native. Ой, мой Droid, я уже путаюсь в названиях очень много. Вы ничего не рассказали про Kotlin Native? Ну, если хочешь послушать про Kotlin Native, найди запись. Вот когда Саня выложит. Вообще по поводу Kotlin Native. Среди кросс-платформы он является пока что, ну, как по мне, лучшим решением, потому что ты там должен использовать нативные компоненты. И ты пока, пока что никак не завязан на IDE, то есть это скоро поменяется и скоро станет хуже. А что станет хуже? Так что с Kotlin Native я лично считаю, нужно бежать. Ну, вот так вот. То есть нужно писать два раза код, и тот код похоже просто. Ну, да, это пока что вот самый лучший подход. Ты, блин, мой лид, алло. Что за вопросы вообще? Такой, типа, ну. Это безопасный подход. Суть такого подхода в том, что нужно объединять команды iOS, Android. Они должны работать вместе. И вообще суть этого доклада, чтобы вы как разработчики донесли до своих лидов, продуктов и еще кого-нибудь, что надо жить вместе, что надо работать вместе, что вы как специалист будете развиваться, что ваш продукт, он будет расти, то, что разработка будет намного быстрее, потому что вы, по сути, пишете один код, ну, с маленькими изменениями, которые чисто синтаксические в 90% случаев. Сейчас, а можно еще, да? А как это организовать просто? Я понимаю. Разработчики просто будут спорить же, они же разные, типа, ты Android, ты iOS. Нужен просто нормальный лид. Нормальный лид, который будет решать проблемы того, что кто-то будет тянуть одеяло на себя. То есть это все равно произойдет в какой-то момент. Ну, вот в случае, например, ну, вот с Папа Джобс, вот когда один человек этим занимается, это очень легко делать, потому что ты вот сам себе лид, ты вот сам себе можешь буквально делать все, что хочешь, а в случае с какими-то, ну, огромными компаниями, где очень тормознутые процессоры, ой, блин, процессы, нужно идти договариваться, объяснять, почему это будет дешевле, почему это будет лучше для всех, почему это вин-вин ситуация и для Android-разработчиков, и для iOS-разработчиков, и для бизнеса. То есть это вин-вин ситуация для всех в принципе. Можно тогда последний вопрос? Или там еще будет последний вопрос тогда? Ты говоришь, ну, короче, основная фича кросс-платформы, то, что один человек пишет две платформы. То есть в кейсе, который вы рассказываете, 70-70% кода идентичны, это шикарно, но получается все равно нужно уходить время на лак на коммуникации, если мы говорим про команду, которая есть хотя бы два разработчика, и они пишут iOS-Android. Второе, нужны два разработчика, которые знают платформу. Смотри, какой прикол. На самом деле в случае с подходами, со всякими реакторами, флаттерами, тебе нужно на самом деле три разработчика. Понятно, что мы работаем в российских реалиях, и вот у нас будет один разработчик разбираться во всем. Но по-нормальному, если делать, у тебя должен быть один кросс-платформенный разработчик и два нативных разработчика, которые будут ему помогать, потому что каким бы ни был твой проект, маленьким, тебе все равно в какой-то момент тебе придется, ну, тебе тупо пригодится помощь нативного разработчика. И вот в случае, например, с моим любимым реактом, когда ты JS-разработчик, и ты, грубо говоря, в принципе, вообще не понимаешь, как там, ну вот, какие прям вот платформенные фичи, как вот они, ну, конкретно под капотом работают, тебе все равно понадобится помощь нативного разработчика, который тебе скажет, да чувак, здесь все просто, делаешь вот так, вот так, все. Вот. И спасибо. Спасибо. Спасибо.